В одном лагере встретились армянин, который сдался как азербайджанец, азербайджанец, который сдался как армянин, грузины и русские, которые сдались как чеченцы, и чеченец, который вообще не умел сдаваться. Все было бы хорошо, но чеченец получил негатив, так как не смог доказать, что он чеченец. Армянин Качарян, которого звали Гейдар, сказал, что лучше было бы, если бы Аслан сдался как ингуш Руслан, азербайджанец Алиев, которого звали Роберт, заметил, что пострадавший совершенно не похож на чеченца, и ему лучше возвращаться домой. Да-да, лучше пусть едь домой, добавил русский Владимир Владимирович, которого звали Хаттам. В последнее время он очень нервничал и не очень приветствовал разговоры, касающиеся Чечни. Замочат нас всех в сортирах. Кто не спрятался, я не виноват. Подожди, Хаттам, зачем пугаешь? Мешался в разговор грузин Эдуард, которого звали Аушек. Рассуждаешь как несознательный террорист. Надо думать, как помочь человеку. А что думает Армянин Алиев? Я не Алиев, я Гейдар. Это не меняет суть, и говори, что думаешь. Я знаю, как под чеченца сдаваться, а как чеченец сдает, я даже не слышал. Слушай, Аслан, и правда, давай мы тебя под чеченца сдадим, придумал азербайджанец, которого звали Роберт. Все документы сделаем, никакой верховный комиссар не отличит. Ну ты, умный, а не много ли нас здесь, чеченцев, будет? Это ж тебе не лагерь боевиков, а лагерь беженцев. Начал нервничать Хаттам. Они же объявят контртеррористическую операцию и разнесут нас к чертовой матери точечными ударами. Не Бог, не Аллах не спасет. Ай-яй-яй, покачал головой грузин Аушер. Ты, Хаттаб, разговариваешь, как уголовник или большой начальник из Москвы. Здесь интеллигентные люди, прошу больше не выражаться. А вы вдвоем идите доставать документы. Гейдар и Алиев, Сифа, вы документы достали? Конечно, дорогой, двух экземпляров достали, на всякий случай. Старого еврея из Антвертина провели, заплатили только за один экземпляр. Вааа, несите документы. Уже отдали, ваа. Два дня назад в одном магазине попались, как увидели документы. Сразу позитив дали, квартиру дали, социал дали. Только спросили, почему одинаковые документы, мы сказали, потому что близнецы. Почему раньше не купили, только о себе? Я справлюсь, занимайтесь здесь своими делами. Здесь много магазинов, постов, работа для всех найдется. Только не возвращайтесь. Спасибо, что хотели помочь. Передайте спасибо старому еврею и санкеттеру, мне не нужны документы. Пока вы все здесь, мне некому будет их предъявлять. Только не приезжайте. Живите здесь, называйтесь как хотите. Помогайте немцам, голландцам, французам, но не мне. Так и уехал. Магнудовый срок изгород зашел в родное село. Там у разбитого дома, у сожженного забора, встречала его счастливая жена с шумными ребятишками. А в лагере остались шесть азербайджан и армянин, которые сдались как армянин и азербайджан, но потом стали чеченцами. Грузины и русские, которые сдались как чеченцы. Они всем показывали свои документы, получали за это бесплатный сук и были тоже очень счастливы. Дима Брюшкова. Дима Брюшкова. Благо, ладно?